25 марта отмечается День работника культуры России. Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в стенах ДК имени Наймушина. Библиотекари, преподаватели школ искусств, сотрудники дворцов культуры, музея, картинные галереи и другие представители этой многогранной сферы принимали поздравления. На торжественном вечере побывала и наша съемочная группа. Профессиональный праздник у работников культуры появился чуть больше 10 лет назад. В этот день принято строить амбициозные планы на будущее и подводить итоги проделанной работы. Прошедший год был полон испытаний для всех. Сфера культуры пострадала особенно, поскольку была лишена главного непосредственного общения с гостями и слушателями. Сейчас это постепенно уходит в прошлое и зрители вновь возвращаются в залы. Редкий случай. Большой зал ДК имени Наймушина, полон необычных посетителей, а самих же работников культуры города. Здесь и библиотекари, и преподаватели школ искусств, сотрудники музея, картинной галереи и обоих дворцов культуры. Всех их поздравил первый заместитель мэра города по экономическому развитию Эдуард Симонов. От лица всех устилинцев я благодарю вас за ваш труд, талант, душевную теплоту и энергию. Ведь благодаря вам жизнь в нашем городе становится ярче и краше и позитивней. Вы научили нас любить и ценить искусство. Хочу вам пожелать вдохновение, воплощение творческих идей, счастья, добра и благополучия. Спасибо большое вам. Также Эдуард Симонов уручил почетные грамоты и благодарности мэра города, губернатора Иркутской области, регионального министерства культуры и архивов. Удостоились их все те, кто ярко проявил себя на профессиональном поприще. У работников культуры Устилимска есть все основания гордиться плодами своей работы. Учащиеся школы искусств и самодеятельных коллективов каждый год одерживают победы на многочисленных конкурсах областного, федерального и даже международного значения. Чтобы перечислить всех талантливых устилимцев, не хватило бы и целой передачи. Аналог местной школы ремесел имеется только в столице региона, а сразу оба наших дворца культуры признаны лучшими в Приангарии. Этим Устилимск обязан прежде всего искреннему душевному порыву и энтузиазму работников культуры. Хочу поблагодарить руководителей наших учреждений культуры за их неугомонность, оптимизм и желание менять, желание преображать те учреждения, где они работают. Именно благодаря их энергии рождаются интересные проекты. Хочу поблагодарить администрацию города, правление культуры Ирины Сергеевны лично за поддержку этих проектов. Хочу поблагодарить коллег из городской думы, которые поддерживают, направляют деньги на подготовку проектной документации, которая позволяет получить деньги из областного бюджета и провести ремонты. Парламентарий отметил, что благодаря совместным усилиям и взаимопониманию разных ветвей власти для учреждений культуры делается немало. Как преобразился фасад ДК имени Наимушина, видят все горожане. Отремонтированы школы искусств и центральная библиотека имени Клистова-Ангарского. Артем Лобков обещал не останавливаться на достигнутом. Ведь культура – это цветок, который нуждается в постоянном уходе и внимании. Эту же мысль развил и председатель городской думы. Арсений Чехирков также отметил, насколько в развитии этой сферы важен личный вклад начальника управления культуры. Каждый год, когда идет процесс обсуждения проекта бюджета на следующий год, Ирина Сергеевна Летунова, главный работник культуры города, очень убедительно, очень настойчиво и при этом очень культурно старается сделать все возможное для того, чтобы вопрос городской культуры... Между прочим, Ирина Сергеевна иногда в шутку предлагает все расходы городского бюджета направить на вопросы городской культуры. Оправдывает она такое предложение тем, что если это сделать, то со временем все вопросы городского значения закроются как бы сами собой, постепенно. Даже дороги будут очень культурные. Но в этой шутке, конечно, есть доля правды, но, к сожалению, у нас нет столько времени, чтобы подтвердить эту долю истины. Арсений Чехирков отметил особо, что культура хоть и относится к сфере духовной, но без серьезной материальной поддержки существовать не может. Чтобы воспитывать талантливых учеников школ искусств, нужны лучшие музыкальные инструменты, а концертные залы и театр немыслимы без новых современных декораций и мультимедийного оборудования. С года в год все больше и больше внимания уделяется вопросам городской культуры. И, знаете, здесь надо справедливо признать, что заслуга в этом не только администрации города и городской думы. Здесь не только городской бюджет участвует. Очень много в нашем городе неравнодушных, щедрых благотворителей. Многие из них сейчас находятся в этом зале. И я прошу вас принять слова благодарности. Я думаю, что вы заслужили аплодисментов прямо сейчас. В завершении праздничной программы «Хозяйка вечера» начальник управления культуры Ирина Летунова поблагодарила гостей и горожан за внимание к результатам творческого труда ее коллег. Отметила, что их главная задача – это воспитание гармонично развитой и талантливой молодежи. Успехи налицо юных устилимцев ценят не только в областном центре, но и далеко за пределами региона. Наши талантливые дети поступили и учатся в лучших учебных заведениях. Но при этом, я так думаю, вообще впервые за историю нашего города такое было, чтобы дети учатся в Москве, но им было позволено на Дельфийских играх представлять город Устилимск. Это заслуга вас, ваши дорогие работники. Максим Сизых, Елькин Садыгов, Новости РТ.